И все, привет, ребят! С вами Стрыванька, я еще и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре одно очень интересное вооружение, а именно пушка и его устройство. Корпус, по сути, не так сильно важен в данном виде. Сегодня у нас речь пойдет о пушке с Макао, той самой пушки, которую буквально, наверное, недели три назад апнули. Сделали очень крутой буст, с которым скорость стрельбы этой пушки увеличилась. При этом увеличили шанс критического урона, но его увеличили на довольно большом количестве пушек. Но, 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 на этой пушке это сыграло очень положительную роль. Ну и есть моменты, при которых эта пушка стала себя показывать очень и очень круто. Сегодня у нас речь пойдет о таком устройстве, как ЭМИ-снаряды. Называются они ЕМП-снаряды здесь, но это, по сути, обычная смока, которая при критическом уроне отключает расходку противника. В связи с тем, что в матчмейкинге у нас в последнее время не имеется большого количества резистов от смоки, она работает как условный гром без сплэша, либо гаусс без сводки и наносит очень и очень приятный урон. Поэтому для всех тех ребят, которые до сих пор не знакомы с этой смокой, я бы посоветовал вам обратить на нее внимание и, возможно, если у вас нет этой пушки, приобрести ее и попробовать на ней поиграть сейчас. Потому что, как по мне, что гаусс, что гром, что данная смока сейчас находятся в примерно одинаковом балансе, но в связи с тем, что у нас есть большое количество в боях резистов от грома и гаусса, от смоки резистов нету, она себя показывает куда-куда приятнее. Так, посмотрим, что у нас сегодня по заданкам. Из этого, может быть, даже и выберем режимчик, который мы сегодня вместе с вами поиграем. Есть захват флага, есть точки, ну, было бы неплохо, наверное, даже эти два режима и сегодня обкатать, что один, что второй. Почему я выбрал корпус викинг? Викинг, наверное, сейчас один из немногих корпусов, которые в матчмейкинге используют очень редко, но с такими пушками, как гаусс, как гром, да, та же рельса, те пушки, которые могут с овердрайва дать неплохое количество киллов, все равно можно использовать, можно реализовать и дать какие-нибудь там 5 киллов под овером, который копится где-то минуты 3. Я считаю, что это хороший дополнительный босс. Ну и плюс корпус очень удобный к применению с этой замечательной пушкой. Закидывает нас на не самую приятную и не самую лучшую карту Берлин, но даже на такой карте, я думаю, что у нас будут отличные шансы реализовать это вооружение. Единственное, я сейчас чуть-чуть звук сделаю у себя потише, чтобы у меня не было звука танков чересчур громкого, я просто привык к одному, к одной громкости. Ну и вот, примерно вот такие цифры вылетают у нас. Главное, чтобы у противника сейчас не было большого количества иммунитетов от Эмми. И тогда мы вместе с вами сможем очень-очень круто реализовывать. Я вижу, что 2 все-таки иммунитета есть, но давайте попробуем именно вот поиграть чуть больше на киллы. Если будет тайминг помочь своим тиммейтам на увозе, то поможем им еще и увезти. По дальности скажу так, что смока мне так кажется, что наносит даже урона больше, чем гром и гаусс после обновления, которая пофиксила всю дальность пушек, да, смока еще как-то более-менее, более-менее держится. Ну и я как игрок, который все-таки отыграл за последнее время и официалок довольно много на смоке, да, мне довольно приятно и комфортно играть на этой пушке. Хоть и порой бывают там какие-то промахи, где-то не залетают хорошие тайминги, но все равно эту пушку мне кажется, что я могу неплохо реализовывать. Сейчас, конечно, овердрайв я поторопился прожимать, можно было чуть подождать, выждать тайминг, но я скажу вам так, лучше на витинге, даже при том, что он копится столь долгий период времени, стараться как можно быстрее реализовывать овердрайв. Потому что все равно, все равно, зачастую вы, ну, не дадите большого количества киллов. А если вы будете просто тянуть время и кататься с этим овердрайвом, вы в дальнейшем, ну, не получите никакого плюса, да, то есть лучше быстро реализовать, дать киллы, хоп-хоп, цик-цик и все, да. Фриз, конечно, который дает заморозку и отключает ДДшку против, например, того же бустера, это вообще габельная полная, и очень сильно чувствуется вот этот вот моментик, но ладно. Будем считать, что ничего такого сверх страшного у нас не произошло. Пробуем накидывать урон. Хороший пока что урончик у нас залетает. Меня тут Изида держит. Держит довольно приятно, если честно. Ну и стараемся все больше и больше накидывать. Было бы неплохо попробовать здесь какую-нибудь песяточку, можно даже киллов дать. Если я в начатом бою смогу это сделать, то будет очень и очень приятно. Там был молодой человек, который со мной здоровался. Нужно ему, конечно же, ответить. А то очень многие ребята говорят, что я ЧСВ-шник, который игнорит игроков, когда записывает видосы. По большей части я просто не обращаю внимания на этот чат, да. То есть я пытаюсь сконцентрироваться на игре, показать как можно лучший результат. Но если я заметил, то могу, в принципе, быстро в моменте и ответить. 17 на 3. Очень хороший счет, при том, что я бы не сказал, что против играют какие-то там слабенькие игрочки. Да, вроде как по противнику все неплохо. Но вот, когда, конечно, попадаешь на типа, у которого есть резист иммунитет от Эмми, то, конечно, 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 не очень. Ну и там молодой человек пишет, что он понял, что 3 монеты, значит это видос. Да, тут он, конечно, целиком и полностью прав. Так, 18 киллов. Хорошо идет. Хорошо, если честно, хорошо. И есть все шансы дотянуться до 50-очки. Есть крит хороший. Расходочку сбили, сразу добавочку накинули. Надеемся, что у этого тоже у нас иммунитета нет. Хороший урончик залетает. У меня появляется овердрайв. И было бы неплохо его где-нибудь тут поражать. А где его поражать лучше? Наверное, вот сейчас где-нибудь здесь поднимусь. И сосуличка полетела в меня. Я уже хотел сжать, если честно. И, к слову, знаете, что сейчас сосулю-то тоже поинтереснее смотрится за счет того, что она-то заморозку-то наносит. Раньше эта заморозка особо сильно ничего не давала, не решала. Сейчас она просто-напросто у Круссейдера отключает вам ДД-шку. Соответственно, от нее уже больше пользы. Так, прожимаем овердрайв. Стараемся тут хотя бы что-то чуть-чуть накидать. Три килла есть. Четвертого, к сожалению, не забрал я. Викинг прожмет меня. Не хочет? Прожимает. Ну, у него не было шансов, если честно, много киллов там дать. Поэтому это довольно глупый овердрайв в его исполнении. Но для нас это хорошо. Противник, по сути, потратил пустой овердрайв. И это не может нас не радовать. Давайте попробуем сейчас накопить еще один овердрайв. И уже попробовать реализовать его на увоз. На увоз. Если получится, то будет очень круто. Если не получится, ну, тогда улучшка. А то я все-таки в CTF запикался. Я очень часто осуждаю этих людей, которые заходят в всякие такие режимы. Играют просто на киллы. А сейчас, по сути, ну, наверное, этим же самым и занимаюсь. Поэтому пробуем нанести урончик. Получить овердрайв. И потом уже зайти и увести флажочек. Так, вот этого молодого бы забрали. Будет неплохо. Хорошо. Скрита ему расходочка. Улетела. Так, ну, здесь вот еще сейчас покидаем. Аккуратненько. Урончик. Давай, ну что ж ты будешь-то делать? Улетает тип. Не могу попасть никак по нему. Быстрый летунчик. У него есть иммунитет? Или нет? А, он длитится. Даже килл не хочет мне отдавать. Так, вообще есть хороший тайминг на увоз. Давайте сделаем хорошую траекторию. С заходом. Дашка у меня есть. На меня, наверное, никто обращать сейчас внимания не будет. Какой-то зоны. А нет, смотрите. Динолу, но человек все-таки смотрит на меня. Давайте пробовать. Давайте пробовать дергать. Если получится, то будет супер. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, как много миночек. Но мы пробуем. А, арта прилетела. И арта, походу, еще и под овером была. Потому что там сразу 3 или 4 арты в один тайминг залетело. Так, 29 киллов 5 минут. Наша цель. Это, конечно же, как минимум 50-ка киллов. Но и флаг увести бы в таком бою было бы тоже приятненько. Очень даже. Но заходить надо всегда через левую зону. Через левую заходить, через правую увозить. Наверное, самое удобное, что здесь есть. Хороший крит заносим по шафту. Уносим его. Давайте попробуем сделать примерно такую же траекторию захода. Вот здесь вот. Дашечка дроповая тоже имеется. Наш тиммейт пытается отвозить. Возвратик будет. Давай, надо вернуть ему. Ему надо вернуть. Я делаю вид, что я не еду на увоз. Ему надо возвращать. Смотрите, даже челс приваренный. Башний. И то он смотрит. И возврат быстрый не оформляет. Хоре фриз. По нему тоже надо чуть покидать. И чуть урончику. Хорошо. Мы зариспили его. 99% овердрайва. Так, аптека у меня есть. Дашка сейчас тоже будет. Надо по сути вообще прожимать овердрайв. Пробовать его здесь. Так. Есть. Сливают еще одного типа. А у меня аптечки почему-то не было. Так, еще один молодой человек заходит, который знает меня. Сколько игроков знает. Давайте, надо пробовать увозить. Надо пробовать увозить. У нас уже хорошая команда собирается. Из тех ребят, которые меня знают. Сейчас на встрече как раз бы овердрайва дать. Если в мою зону повезет тиммейт. Нет, он везет вправо. Окей. Пробуем его подстраховать. Если что. Если что. Дикая зитка. Уходит. Так, у нас на подборе тип играет. Пробуем его забрать. Хорошо. Есть. Доставка будет. Пробуем конвейер увезти. Если получится, будет супер. Овердрайв до сих пор я тяну. Не знаю зачем. Надо было его сжать уже давным-давно. Прожимаем тут. Хорошо. Два уносим. Третий прячется за стенкой. Ага. Миночки есть. Хорошо. Уходим на обраточку. Уходим назад. Оп. Аптечка. Оп. Паречка. Забираем. Так, и сейчас мне надо, чтобы мне тиммейт какой-то подстраховал. Тиммейты, вы где? Тиммейты! Тиммейты! У меня хп вообще ноль. Там изида была. Хп, 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 хп. Братик, братик, хп! Братик, давай, 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 давай. Хил, 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 хил. Давай, давай, хпшечку, 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 братанчик. Хорош, 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 хорош. Жесткий, жесткий, жесткий. На 2-0, хорошо идем. Супер. Супер. В такой катке 2-0, это очень приятно. Это очень приятно. Еще и 41 килл. Цель, писяточку мы свою так и оставляем. Давайте пробуем на нее выйти. На эту писяточку. Но здесь, если честно, очень большое количество харьков, по которым как раз таки урон очень легко залетает. Так, тиммейт там вылетает. Надо Изиду, ой, Изиду, надо этого мамонта слить. Хорошо, овердрайв есть. Тиммейта страхуем. Тиммейт сам ставит. Его страховать не надо. Он жесткий. Так, мы тогда делаем конвейер. Сжимаем овердрайв. Ай. Зря я это сделал. Я думал, что Изида меня вытянет. Там, походу, рикошет на меня овердрайв прожал. Ну ладно, ладно, хорошо. Полторы минуты есть. Тиммейт еще один флаг уводит. Смотрите, как у нас пошло все. Пошло дело. Пошел процесс. Подстрахуем. Подстрахуем бойца, если что. Нормально, сам уйдет. Без проблем. Пробуем урончика лучше подкинуть. Еще дополнительного урончика, урончика еще. Там тяжело залетает, если честно. Изида у меня жесткая. Саня, красавчик. Давай, расходку сбили. Теперь можно и добить его. Хорошо, бомбочка от вас по... Она не работает. Пробуем. На подборе сыграть. Но довольно тяжко. Так, минута пять килов. Минута пять килов. Давайте поедем, наверное, на свою хорошую левую зону. Мне так кажется, что здесь даже еще и кристаллов очень можно много получить. Можно получить очень много кристаллов. Давайте пробовать свою цель выполнить. Если получится, то будет бомбочка. Так, еще хороший урончик залетел. Так, три секи... Ой, три... Тридцать сек и три килла. Тридцать сек, три килла. Увердрайва у меня больше, к сожалению, не будет. Но вы видите, насколько приятный урон. Какие цифры вылетают. И резистов, резистов, видите? Сколько резистов у противника от меня? Видите, резов нету. Соответственно, это смока за три выстрела. За четыре выстрела может просто-напросто уносить. Пятьдесят киллов. Пятьдесят киллов для такой катки, для такой здоровенной мапы. Это очень хороший результат. И сколько нам дают? Десять тысяч. Одиннадцать тысяч кристаллов. Сюда просто бабки. Сюда, сюда бабло. Очень хороший бой, очень хороший бой. Спасибо тиммейтам за такую игру. И это очень и очень достойный результат. Вот все, что я вам могу сказать. Так. Ну и теперь одну заданочку, я так понимаю, что я выполнил. И мы теперь можем сыграть захват точек. Контроль точек. И, соответственно, выполнить еще одну заданочку. Если в CTF сейчас показала себя супер это смока, то я думаю, что в ЦП, в ЦП можно будет дать еще больше киллов. Но все зависит, конечно, от карты. Если будет какая-нибудь небольшая средняя дальности карты, то там смока должна показывать просто нереально крутой результат. Ребют! Уф! Еще и верхняя база. На верхней базе как раз есть очень большая возможность занять позицию отличную. Вот, например, здесь где-нибудь постоять. Главное, чтобы иммунитетов от Эмми не было. Этого Вика Шафта, я смотрю, уже иммунитетик от Эмми имеется. Рано я, конечно, прожал аптечку. Ну, ладно. Не слил я его до сих пор, да? Резистов ноль, видите? В чем плюс? В чем плюс? Резов нет. Резов просто-напросто нету. Нету резистов от смоки. И главное еще иммунитетики. Иммунитетики, чтобы закончились. По сути, наверное, если у вас есть все смоки, есть же смока еще с пробитием. Если, например, у противника иммунитеты от Эмми в большом количестве, вы можете смоку и с пробитием взять. Она тоже должна себя очень хорошо показывать. Но Эмми, конечно, очень хорошая. Прямо очень хорошая. Я буквально скатал на ней, ну, боев, наверное, сколько? Ну, пять, может быть. Может, даже меньше. И я сразу увидел, что творит эта смока. Да, на дальности вы видите, что урон очень резко падает. Но сейчас падает так урон у каждой дальнобойной пушки. Даже у Грома, мне кажется, он падает еще больше, чем у смоки. Шесть киллов. Будем пробовать держать эту позицию. Я думаю, что не стоит ехать куда-то еще. Будем стараться именно отсюда накидывать постоянно урон. У меня пуканчик хочет слить. Ну, моему расходочку сейчас собьем. Там овердрайв падает. Он мне, наверное, сейчас особо сильно не нужен, потому что у меня хороший процент. А вот следующий рез, если он останется, ну, вернее, будет, то будет очень неплохо его забрать, что у меня будет примерно около нуля. Так, овер был где-то в 30, да? Значит, в 11.30 он будет. Хорошо. Окей. Кидаем урончик. Кидаем. Залетает очень неплохо. Семь киллов есть за две минутки. Наша цель, давайте, все та же 50-ка. Если будет больше 50, будет вообще супер. Ну, и пробуем контролить точки. Пробуем максимум пользу приносить своей команде. Ну, и заодно. Работать на свои, конечно же, очи-очи. Так, у кого там был рез? У Вика Шафта, да? У меня есть овердрайв. Так, нашу правую точку прожали. Ага. Куту противников. Давайте мы их по шурику унесем. О, еще один есть. Этого я уже не успел развернуть. Так, ну, троечку свою я дал. Это хорошо. Так, теперь можно уже проконтролить овердрайв, который будет падать. Забрать его. И тогда еще один овер где-то возле центрика прожать, да? Будет супер. Будет классно. Хороший урончик по 1600 очки по оппоненту залетает. Так, этот Шафт, кстати, я думал, что он вышел. Он, оказывается, не вышел у нас с карты. И самое важное, стараться очень быстро добить оппонента, которому вы нанесли пробитие. Ой, пробитие, Эмми. Да, то есть, чтобы он не начал юзать сверху аптечки, расходку опять прожимать, да? Иначе вы просто как бы ему пользу дадите. Вы, наоборот, ему поможете. Вы отрегените его расходку полностью, и он сможет все прожать. Поэтому старайтесь всегда добивать оппонента, которому вы дали пробитие. Так, падает овердрайв. Хорошо, было бы неплохо его забрать. Нет, его никто не стырил. Надеюсь, что его никто не стырит. Так, отлично. В 11 овер. В 9-ку мы его приедем, еще разочек заберем. Главное, не увлечься сильно. Так, ну и вроде как есть неплохой тайминг на прожать овердрайв. Единственное, наверное, фреза слить. Чтобы мне фрез не накидал. Да, вот так вот делаем. Чуть-чуть на растяжечке. Хорошо. Три килла в очередной раз, да? Нормально, пойдет. Хорошо. Три килла для викинга сейчас это уже неплохой результат. При том, что бой 8 на 8. Даже здесь может и меньше игроков. Не, ну 8 вроде как. Это очень хороший урон. Очень хороший урончик. Так, вика, фрезу сбить расходку. Хорошо. Его даже убивают. Ну и бустер отлично подходит для такой комбинации. Да, то есть здесь не надо вам никакой кризис. Не надо вам тратить никакую дополнительную расходку. Вы просто показываете максимально грамотный и качественный результат. С такой пушечкой. И с таким дроном. Так, 12-4 ведем. 23 килла. Даже полбоя еще не прошло. Ну и по сути, если я за 7-минутную катку даю 30-ку в таком бою, то это хороший результат. Это определенно хороший результат. Да, вы можете сказать, что там, наверное, не чересчур сильные противники играют. Но сейчас, наверное, в матчмейкинге примерно всегда вот такого уровня игроки попадаются, когда ты играешь соло. Если ты играешь группой, понятное дело, что там могут попасться и какие-то жойстики, которые будут вас там разваливать. Но если вы играете соло, примерно всегда вот такие вот... Такого уровня игроки попадаются. Так, у нас падает овердрайв. У меня идет с 4%. И знаете, что было бы неплохо? Я за 2 минуты почти набил сом овер. Понимаете? Было бы неплохо сейчас его прожать. Прожать и дать. Еще одну котлету. Пофиг, какой овердрайвить сейчас, но вообще пофиг. Да, то есть это все равно халявный. Это халявный овер. Поэтому его было главное прожать. Хоть как-то. Хотя бы хоть как-то. Так, вот этот Вика Шафт, конечно, который играет еще и со спасателем. Я вот тогда думал, почему я его не слил. Оказывается, потому что он со спасателем. Поэтому он так просто не улетел на респ. Хороший тайминг для прожатия овердрайва. Здесь, конечно, что-то с углами не так. Я уже заметил это до этого. Над танком начинают лететь выстрелы очень часто. Как-то неправильно работает. Но за 7 минутку 29 килов. То есть 30-ку свою за 7 минуточку я дал. Это очень и очень неплохо. Попробуем сейчас набить еще один овердрайв. За 2 минутки подобрать еще один овердрайв сверху. Если это все так будет работать, то будет великолепно. Пшеп-шеп-шеп-шеп. Так. 20 на 12. Ну, ведем тоже хорошо. Да, ничего такого страшного нет. Все получается. Все работает. Очень эффективно. Очень бодро. Достойно. Мне нравится. Что я могу добавить? Могу лишь только постараться сделать досрочку. Но, но, досрочка. Я бы и не сказал, что нам она сильно нужна. Резист один появился от смоки. Я только не заметил. Это скорее всего, наверное, новый тип зашел. А не кто-то переодел. Так, вот это Вика Фрис, это, конечно, неприятно. Когда он начинает морозить. Когда он быстро выключает вашу ДДшку. Это не очень приятный момент. Так. Против защитник. Викинг прожимает овердрайв. Падает овер. О, видите, за этот тайминг я накопил всего лишь 60%. А за тот у меня получилось накопить сотик. При том, что я забирал овердрайв шатам-шатам. Так, лаги неприятные. Не нужны нам эти лаги. Не лагай. Пожалуйста. Так, противников много. Рисковый овердрайв. У меня очень мало ХП. Но, все равно, свои даже. Два, два, наверное. Два с половиной, можно так сказать, килла я дал. Даже в таком тайминге. Но, лучше так же так рискнуть. Нормально будет. В принципе, ничего страшного в этом нет. Даже два килла. В таком моменте это хорошо. Хотел ДАшку забрать, чтобы точка еще забиралась. А так не работает! Так не работает. Так что, надо здесь еще и за расстоянием следить. Блин, ну как они лопаются, эти танки, когда нету резиста от Эмми. Нету этих иммунитетов. Как они прекрасно лопаются. Мне очень нравится. Я, при том, что являюсь любителем этой пушки. И когда на нее такие устройства появляются, еще и нету резистов от нее. Блин, получаю нереальнейший кайф. Вот серьезно. Это прям вообще кайфули конкретные. Когда ты можешь над такой пушкой поиграть. Очень сильно надеюсь, что... Так много игроков не будет ее использовать. Но то, что она показывает... Это просто бомбочка. Мне безумно нравится. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пять минут. Пять минут, 45 киллов. Я, кстати, просрал тайминг овердрайва. Он, походу, уже упал. А, нет. Вот он падает. 91% у меня, кстати. Там, походу, наш тиммейт будет забирать, да? Ну ладно, пусть берет, в принципе. Мне он особо сильно не нужен. Мне все равно есть бойл-овер. Так, давайте попробуем поехать направо. Там должно быть... Должно быть больше противников. Я почему-то думал, что у меня уже есть овердрайв. У меня его еще нету. По респу катаются. Ребяточки. Молодой. Пожимает не очень грамотный овердрайв. Так. Еще одного. Еще кто-нибудь выйдет? А, не успел. Не сориентировался быстро. Ну, пойдет, пойдет. Хорошо, пойдет. Пойдет. Неплохой овердрайв. 50 килов. 50 килов. Если на CTF-очке 50 это был предел, то здесь можно дать еще больше. Еще больше. Овердрайв прожмят? О, он университ от Эмми взял. Но не было, мне кажется. Иммунитетика от Эмми. Ой, хорошо, еще ниночку так скушал. Самое главное, это оставить сейчас овердрайв на конец. Если у меня на конец этого боя будет овердрайв, и где-нибудь в тайминге хороший прожму, и мы за счет этого заберем точку дополнительную, это будет очень-очень-очень хорошо. Но я так думаю, что мне надо будет прожимать сейчас еще один овер. Мне раздал сейчас диктатор процент. Если сейчас я еще килов понаделаю тут, то должен успевать накопить наконец еще один овердрайв, когда у нас будет максимально грамотная реализация овердрайвов. Скажу вам сразу, если вы видите на стриме меня, когда я играю на Викинге, я уверен, что я такие овердрайвы вообще не прожимаю, потому что я зачастую не обращаю особо на них внимания. Но для видоса, для видоса можно, конечно, и постараться попрожимать довольно быстрые и грамотные оверы. Девятым процент в очередной раз у меня есть. Падает овер на центре. И, к слову, мы можем последний овер законтролить. Последний мы можем законтролить. Так, у меня есть сотка. Мне надо ее быстрее прожать. Ну, чтобы на конец боя у меня был овер. Надо ее быстро прожать. Давайте жмем. Кого-то хоть накилять. Блин, никто не открывается. Вот он открылся. Ладно, нормально, 3 кила есть. 3 кила есть. Так, две точки мы контролим. Я попробую пойти на правую. Сейчас ее отожрать. Было бы неплохо. Средь спох уже. Накидывают. Пробуем, пробуем. Пробуем, пробуем. Пока летим нарез, можно и водички быстренько налить. Так. 15 процентов. Молим, попасть не могу. То есть, я себе жесткий. Как я ищу, я даже попасть не могу. Две минутки. Две минутки, 23 процента. Крит в нулевой. Вот самое неприятное, это когда крит в нулешку уходит. Это очень неприятно. Это очень неприятно. 36 процентов овердрайва. Очередной тип без расходки. Точка контролируется. Да, если мы здесь, конечно, забираем правую, то у противника очень мало шансов на победу. Лево для нас контролируется довольно просто. Еще есть практически всегда спейс на захват централки. Так. Единственное, что у меня процента мало сейчас. У меня процента мало овердрайва. 58. Овер по центру будет совсем скоро падать. Я очень сильно хочу выиграть эту катку. О, диктатор хороший овер мне раздает. Ну, типа схавал. Найс, три критических смоки выдал. Из них две, конечно, были по иммунитету. Ну, ладно. Так. 97. Вот сейчас этот овер надо чуть-чуть придержать. Овердрайва у меня больше не будет. Я могу его чуть придержать. Если что, попозже уже прожать на верочку. Две точки мы контролируем. Этого нам вполне достаточно для победы. Сейчас чуть-чуть тайминга выиграю. Потом прожму. Ну, я думаю, что мы уже туда точно закончим. На победной ноте. Так, право сейчас мне надо. Право, право, право. Надо сейчас выдвинуться вправо. Хотя, в принципе, можно выдвинуться туда, где нужна больше помощи. Но я смотрю, что правое уходит. Ответственное, го вправо. Забирать ее. Две точки у нас до сих пор под контролем. 30 секунд. Ну, вот и сейчас есть тот самый тайминг, когда надо нажать овердрайв. Тогда его надо нажать. И вот этого бы еще пассажира рисануть. Так, он прожимает овер. Я на откатике назад сыграю. За контролем точку на верочку. Так, еще миночка хорошая. Рабочая. Которую он схалывал еще на крите. Ой, хорошо. Туда его. Туда. Давай, давай, давай. Конечно, захватишь ты. В следующий раз захватишь ты эту точку. Ну и все. Все. Стратегически очень правильно. Грамотно сыграли. Выиграли бой. 13 тысяч опыта за катку. Еще 10 тысяч кристаллов сверху. 1600 очков за бой. 75 киллов. Ну, я думаю, что здесь комментарии излишни. Вы все сами видите. Вы все сами понимаете. Резиста от пушки нету. Поэтому она полностью переигрывает на данный период времени. Что грома, что гаусса. Да. То есть, с теми же самыми статус эффектами. То есть, если у гаусса там тоже есть aim, есть пробитие. Ну, не знаю. То есть, можно, конечно, сплэшом как-то говорить, что сплэш лучше работает. Но факт есть факт. От одной пушки есть резисты, а другой пушки нет резистов. Плюс перезарядка у смоки сейчас очень и очень быстрая. Поэтому мой вам совет. Все ребята, кто является любителем этой пушки, попробуйте, потестируйте. Возможно, она вам понравится и вы вернетесь к ней, начнете на ней играть. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, друзья, на канал. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok